Привет, друзья! Сегодня в обзоре часы Casio. Модель называется STLS100H с цифрами 4AV. На конце я уже делал обзор этой модели в другом цветовом сочетании. Но когда получил именно в этом исполнении, я не применил сделать обзор конкретно на эту модель. Потому что очень интересно она смотрится. Вот, кстати, краткие характеристики модели. Она с фотоэлементом, который подзаряжается от солнца. Секундомер с точностью 0,01 секунды. Памятью на 120 кругов. Интервальный таймер. 100 метров водозащита. Теперь поближе к самим часам. Снимем их со стойки. Вот так смотрятся сами часы. Диаметр корпуса 44 мм. Если между крайними точками заверять, то получится 48 мм. Толщина корпуса 12 мм. Часы не тяжелые. Порядка 50 грамм. Они весят. Точнее я не стал измерять. Сразу рассмотрим домашний экран. В основном режиме. Индикация часы, минуты, секунды, годы, недели, месяц. Как видно, я даже не выставлял здесь. Вот это индикатор заряда. Вот так. Вот эта полоска указывает индикатор заряда. Middle. Это средний уровень заряда фотоэлемента. Ну и соответственно день недели наверху. Все время индуцируется. Это секундомер. Секундомер запускается удобной фронтальной кнопкой. Вот таким образом. Запускается секундомер. И точно так же режим Split. То есть каждый круг этой кнопкой. Очень удобно, когда часы на руке. Замораживается время на 8 секунд или на 9 секунд. Пока мы считаем. И оно записывается в память. Дальше часы запускаются. Дальше. Вот видно. Идет секундомер. Второй круг и так далее. То есть внизу время круга. Вверху общее время. И этот режим отображения можно поменять. Чтобы большими цифрами было время круга. Внизу было общее время с начала старта. Соответственно дальше. Это Стоп. После Стопа автоматически записывается в ячейку памяти. И мы можем это все посмотреть. Вот это мы попадаем в режим просмотра результатов. То есть пишется дата, число и время когда была записана тренировка. Вот смотрим второй результат. Дальше мы можем посмотреть сами результаты. Второй круг, третий, четвертый и так далее. Все. Сохраняется память. Дальше таймер. Таймер интервальный. То есть заносим два интервала. Я заранее занес. Первый интервал 5 секунд. Второй 10. Вот мы стартуем. И на 10 повторов. То есть вот это показывает количество повторов. Первый из 10. То есть запустился первый интервал на 5 секунд. Потом второй на 10. Потом после него опять 5, 10 и так 10 раз. Ну я просто выставил маленькие интервалы. Для того чтобы вы уловили суть и не занимать ваше время. Все. Мировое время. Но здесь все понятно. Вот этой кнопкой выбираем город. Будильников пять. Этой кнопкой выставляем будильники. Дополнительно сигнал. То есть сигнал на каждый час. И режим дремать. То есть через пять минут после срабатывания будильника. Будильник включается еще раз. Еще и возврат. Основной режим еще покажу. Чуть попозже подсветку. И как часы смотрятся на руке. Но попутно хочу показать вот такую вещь. Я когда эти часы рассматривал. Какой-то корпус мне показался очень знакомый. Что-то напоминает. И вот я увидел вот такие часы. Вот смотрите модель AQ-S810. Смотрите пожалуйста. Унификация добралась уже сюда. Вот так вам возможно будет лучше. Видно. Видно что дизайнер поставился сделать практически очень унифицированным корпусом. То есть вот здесь убрали кнопочку. В ней здесь добавили. А так корпус конечно очень похож. Посмотрите пожалуйста. Да. Ну унификация что поделаешь. Вот такое вот. Даже кнопки одинаковые. Даже кнопки одинаковые. Судя по тому что часы все таки рассчитаны на разных потребителей. То никакого видоса не будет. Но и все таки лицевая панель смотрится по разному. Все. Теперь показываю как часы смотрятся на руке. И покажу подсветку. Вот часы на руке. Очень легкие. Комфортные. Хорошо читаемый дисплей. Крупные цифры. То есть все хорошо видно. Теперь покажу подсветку. Вот работа подсветки. Тоже яркая контрастная. Один светодиодик. Но в общем то его достаточно. Все. Всем пока. Спасибо что посмотрели. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Счастливо до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok